Всем привет, дорогие друзья! С вами Инди, и мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Undertale. Так, мы остановились перед городом Сноудин, и нам говорят, что добро пожаловать в Снежный Град. Ну, на английском переводе он называется Сноудин. Мы сохраняемся и идем дальше. Ну, в Сноудин тут делать нечего, мы сразу перемещаемся через весь Сноудин и идем на битву с Папайрусом. Так, мы играем на Пацифисте, точнее, хотим пройти на Пацифисте, то нам нужно сначала его победить, а потом с ним пойти на свидание. Вот, он говорит, что он хочет нам рассказать про чувства удовлетворения того, что он выполнил свою задачу, свою цель, и представляет себя такой он великий, в городской страже, но для этого ему нужно нас поймать. Он приглашает нам дорогу, но мы сейчас его... Президентовать можно, но хотя бы без разницы, что мы будем делать. Давайте щадить. Да, давайте щадить. Сейчас мы будем насопадать. Начинается синяя атака, в которой просто не надо ничего делать. И мы превращаемся в синего. Вот, это его специальная атака. Вот, начинается музыка. Мы его продолжаем щадить. Перепрыгиваем через все его препятствия. Сейчас достаточно легко. Если мы будем проходить геноцид прохождения, то нам придется сражаться с Сансом. Это, как по мне, самый сильный босс в игре. Но мы будем проходить геноцид прохождения. И дойдем до Санса. Пока пойдем подсадить. Ощущает вкус победы. Достаточно легкие атаки. Может быть, самый слабый босс. Они у него немножко такие смешные. Потому что вот где-то к концу боя у него начнется такая факханалия. При которой своего самую мощную атаку заберет собака. Ой, случайно. Собака. Кстати, собака олицетворяет разработчика Тоби Хокса. Сейчас ли вы ее увидите. То есть... Ай. Необычная медленность. Хорошо. Так. Он будет всего восхищаться. Будет. Когда будет королевский сража. И пицемент. Будут выстригать газон в форме его лица. И другие, так сказать, прелестили. Продолжаем общадить. Немножко потерял этот вид. Надежды или доброта. Кто как. Он зовет. Немножко неудобно сейчас. Продолжаем. Вот. Такое проще. Так. Ночередим его. Вот. Он говорит, что это все будет после того, как я тебя поймаю. Потому что я немножко... Так. Так. Надо о чем-то съесть. Омм. Чтобы все грехали еще не будет. Так. Немножко. Концветку. Скидем. Можете на концветку. Я проигрываю. Говорит, что взрывайся. Я в игру играл, не играл уже очень давно. Пологода. Вот. Его специально так. И ее кушает собака. Кажется сряц от обе фокса. Вот он ее прогоняет. И она убивает. Если мы поймаем все субтитры пацифистов, то мы сможем открыть комнату, которая ведет в зал разработчика, где нас ждет собака, и что типа, как я сделал эту игру, просто классовала по клавиатуре, ну как эту игру сделала собака, просто классовала по клавиатуре. Так, запрыгнем все это, и самое интересное, что высоко прыгаем, и падаем. Все, сейчас будет сдаваться, еще вот эта косточка, не знаю для чего она, я бы ее часто стукал, просто ее часто перепрыгиваю, ну ладно, нельзя ошибаться. Ну что ж, он устал, типа, но так как он великий, он говорит, что я решил тебя пощадить, так как ты чувствуешь, что ты равный со мной посеяли, и так далее, и так далее. Вот, ну, можно сейчас с ним... Партон сейчас расстраивается из-за того, что он нас не победил, расстраивается, но мы говорим, что мы будем с ним дружить. Он говорит, что продолжай идти, разрушу штормьер, и вы уйдете, ну как ты, спасайся с ним. Рассказывает про коррелянку с гора. Вот, и сейчас мы сразу идем за ним, потому что нам надо получить пацифист концовку, а для этого нам нужно с ним пойти на свидание. Это немножко странновато, играем вроде за ребенка, но, с другой стороны, это бесполое дитя, хотя это вдвойне страшно, страннее. Так, разговариваем с ним, сейчас он приведет нас к себе домой, где мы пойдем к нему на свидание. Он говорит, что это его дом. Тут можно его, так сказать, чтобы он подустал побегать. Он тогда говорит, что он очень устал с нами за нами бегать. Но у него ничего не сильно интересного. Ну, заходим к нему в комнату. Начинается свидание. Мы говорим, что хотим начать тусить. Дал учебник. Это не первый раз. Начинается читать. Я, правда, забыл с ним во время битвы пофлиртовать, когда бы надо было свидание. Сейчас мы просто с ним тусим. Ну, правда, здесь все не нравится. Он одевается. Не знаю, он готовится. Говорим ему, что мы хотели ему понравиться с самого начала. Увеличивается наш проконтатель типа дружбы. Если бы мы с ним пофлиртовали, то тут было бы свидание. И... Мы бы как... С ним не дружили, а... Флиртовали, и там было бы сверху место. Вот. Сейчас он говорит про секрет. А секрет у него вот здесь. Ну, там подарок для нас. Давайте его откроем. Там спагетти. Труба вашего зуба не заберетится до конца. Ну, там спагетти. И он, там труба... Полностью вся линия заполнится и уйдет вправо. Кипа... Безграничная. Вот, теперь он говорит, что мы полностью одержимы им, что всё ради него, ну, что он хочет, чтобы мы тоже были счастливы. Это мы хорошие друзья, где реально было с тобой привести время, с тобой участие, встречаться. Ну, всё, больше нам здесь делать нечего, единственное, что здесь интересного, это в холодильнике спрячется собака, которая грызет косит в этом, ну, вот здесь. А, ну у нас нету, уже поздно, потому что папайрус уже ушёл, и надо было это открывать до того, как мы с ним, не тусили, ну, когда как, смотря на какие действия провернём. Главное, что это не помешает нашему пацифисту прохождению. Здесь вообще три прохождения, это нейтральный пацифист и, эээ, так, нейтральный пацифист и геноцид. Ну, так, может, кстати, Санса поговорить, и он скажет, что у него сейчас перерыв, и отведёт нас обратно в Сноудин. Так, там у нас снизу, если я правильно помню, что-то интересное лежит. Вот здесь. А, нет, цветок, он что-то скажет сейчас. Эээ, а, про секрет, точно. А позади секрет-то, эээ, я уже забыл, если честно, что, я очень давно играл, но там какой-то секрет. То есть. А, балетная пачка. Возьмём её и сразу оденем. Эээ, да, по-моему, броня есть, правильно помню. Да, защита. Увеличили на 10. Кстати, защита нам очень нужна. Если атакой мы не пользуемся, то вот защита постоянно. Сейчас сверху у нас появится Андай. Эээ, это... Глава... Глава, эээ... Стражи, ради милии. Папарас на неё, как раз, хочет стать, эээ, одним из стражников. Говорит, что он не смог, эээ, привести человека. Что он, он очень силён. Сейчас мы двинемся, Андай нас замечает, достает копьё. А, нет, просто смотрит сюда. Но, ничего не делает. Юг. А, достает копьё и укует. Так, ничего не видно. Извините за то, что есть некоторые недочёты. Я бы её забирал достаточно. Всё, она уходит. И идём дальше. Мы с ней ещё встретимся. Так, вот, монстрёнок. Появляется. Он говорит, что... Ты видел, как она на нас смотр... На... На... Сюда смотрела. Эээ... Что... Как круто видеть её в такой близи. Что... Она такая крутая. Сейчас будет... Эээ... Собирается... Эээ... Сражаться с плохими парнями. Эээ... Но этот монстрёнок ещё не знает, что... Эээ... Сражаться она собирается не с нами. У нас нападает... Ром. Мы напрягаемся. Два раза. И он улетает в воздух. Потому что... Слишком... У него перенапряжение. Самое безопасное место это сверху. И... У него перенапряжение. Музыка. Ух... Ух... И... Последний раз, когда мы улетаем, все он улетает в воздух. Эээ... Теперь... Эээ... Теперь... Эээ... Ммм... Теперь тут есть, кстати, ещё один секрет. Можем... Эээ... Направо пойти с помощью этих лепестков... Эээ... И оказаться в секрете. Так... Эээ... Что я забыл? А, ну тут вообще два варианта. Можно сюда кидать, а можно вот туда, оттуда кидать. Без разницы. Эээ... Эээ... Секрет есть. Если мы пойдём... Эээ... Покидаем эти лепестки, мы туда, вправо, на воду. Там будет под лавочкой гамбургер. Эээ... Это... Отсылка к тому, что... Тоби Фокс... Эээ... В реальной жизни... В парке... Увидел... Эээ... Гамбургер. Эээ... Тут... Эээ... Папарус нас спрашивает... Эээ... В чём мы одеты? Говорит, что у нас правда балетная пачка. Мы ему говорим да, так как это не имеет смысла, что ему ответить. Он всё равно... Эээ... 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 У нас в любом... Ээээ... С... С... Нас найдёт... Так, по-моему... 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 Не надо ловить зелень... Внимание... И ещё... Внимание... Эээ... Эээ... Ладно... По-моему... Всё можно... Идём дальше... Всё окей... Не будем читать... Я не рассказывал... Всё... Уходим... Здесь история... Рассказывается... Что... Король сборов... Эээ... Поймал... Эээ... Пять человек... Пять людей... И... Сейчас появится эндайн... И будет на скопья кидать... Эээ... Что... В подземелье... Такое... Сложное положение было... Типа... 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 разворачивается и уходит мы идем дальше сейчас побегает монстренок говорит как круто что она его потрогала вот что он не будет мыть лицо всю жизнь странный кумир сохраняемся можно посмотреть в бинокль но у нас останется черный черное пятно под глазом так здесь я вас правильно помню а мороженщик но нам пока не нужно вроде хватать вещей хотя у нас скоро будет битва сандай ну ясно и легко справлюсь я с бессмертной день плохо справлюсь идем вниз тут у нас опять цветки который нам историю рассказывает шепот что-то про секрет ты не будешь смеяться ты правда не будешь смеяться и человек там кто-то рассказывает этот секрет так берем планты одеваем их если правильно помню урон наносит но без разницы мышь не будем использовать идем дальше так нам звонит папайрус и говоришь что помнишь что я говорил тебе насчет того что в чем-то одет я это помню и я подумал что ты достаточно умен чтобы сказать что то неправильно и чтобы тебя не нашли так ну тут сразу шаги миншалов так тут опять цветки но ничего интересного они про секрет рассказывают и опять история по земле здесь появляется такой монстр монстр осьминожек сейчас с нами будет разговаривать он разговаривает что у тебя правда здесь прекрасно водопаде ты первый раз водопаде что ему тут скучно сидеть что скоро вода тут обмилеет вообще этого грустно и сына с нами все так нас а смотри нам нужно с ней напевать так я забыл что справа сейчас не помню наверху есть честно забыл что там а все понял тут секрет и там надо какую-то мелодию наиграть и откроется проход какой-то секрет я точно нужен тоже не помню здесь интересно давайте возьмем зонтик будет она такая приятная музыка если мы и вот ничего стану здесь вот такая музыка я не знаю как то насчет звука сейчас в игре если сделать так чтобы мне было слышно то у вас будет слишком громко но я немножко прибавлю не знаю как сейчас думаю меня слышно вот монстренок появляется говорит что классно что у тебя есть руки ты взял зон если бы мы не взяли мы не взяли зонт он сказал что у тебя тоже нет рук и его пошли с тобой сейчас он говорит что она такая крутая будет бьет плохих парней на самом деле это сейчас мы будем сейчас он рассказывает про школу что он учился в школе там про цвета какой то сейчас просто идем сейчас будет небольшой тупик мы положим зонт и сейчас он нас подсадит и мы заверх залезем наверх он светит сзади продолжаем идти сохраняемся тут опять история подземелья и опять появляется андаль паунта нижний миза на что это лесенка тропинка вот она такие копия мыли вылезают паунта а а а и а а и м и и и и а и и и и Ну ладно, не нравится. Всё. Не знаю, что это будет. У нас будет. Другой. У нас очень трудно. У нас будет. У нас будет. Так что у нас будет. Пацифит будет. Но не сильно. Фотография будет. Даже сорт. Не знаю сюжета. Я вам буду рассказывать сюжет. Постепенно. Всё. Тут тупик. Мы возвращаемся. Тут идёт ондайн. И сбрасывает нас в пропасть. Не понимаю правда зачем. Не проще ли нас как-нибудь копьём убить. Просто напасть на нас. Тоже. Интересно конечно. Всё. Мы падаем в пропасть. Опять же на цветы. Которые нас постоянно спасают. Нам говорят что. Вроде звук оставался отсюда. Ах ты упал. Верно. Ты в порядке. В инде. Ну там написано было бы. Твое имя такое. Какое хорошее имя. Но на самом деле. Тут без разницы какое мы имя вставим. В любом случае мы будем. Фриском. так что это сказать просто так сделали чтобы было вот имени так имя всегда будет приз но если мы ведем фриск в самом начале игры как имя упавшего человека то мы не сможем пройти игру до конца может быть типа hard mode включен в котором только до места где мы прощаемся с и немножко изменена вот мы идем дальше нас встречает безумный манекен который говорит что мы его просто мы его трогать не будем щадим он не сильный нам надо чтобы его манекены другие атаковали его сам он сейчас его потом уволит призови других мы продолжим щадить и сейчас еще раз еще раз у нас будет злиться из-за того что его манекен его так будет сумасшедший немножко манекен немножко сумасшедший так уворачиваемся и снова его атакуем сейчас он будет говорить что вы все уволены злиться из-за того что мы его продолжаем щадить и у тебя появляются роботы еще немножко осталось так эти ребята даже хуже плевать 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 у меня есть ножи ой блин засмотрелся все у него нет ножей и приходит на пустоблок я спасаю и за него бывает все с меня хватит он убегает приходит на пустоблок говорит что извините вы с ним общались я вам помешал прости приятель я твой друг извини 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 о нету нету нет и у и уходит типа если хочешь приходи ко мне но это не обязательно для пацифиста кроме то у него достаточно скучно так сохраняемся туда 100 мандай но мы сюда еще не придем но здесь ничего интересного все с нас таблоком связано снизу у нас ничего нет этот магазин давайте положим все лишнее сюда дайте кусочек снеговый каста кинем палку бинт еще нужен и скиппирог но все нужно все пошлите дальше дойдем до ондайн и на этом закончим серию тут опять рассказывается история поднимали достаточно длинная если я буду все прочитывать и вам рассказывать то это слишком долго здесь у нас небольшой небольшая головоломка вещества нас нападут возвращаемся и нас нападать так тем она бы она обычно редко появляется так не помню что с ним делать а если напрягаемся то появляется так давай на все остается не знаю как они от нее так и вырваться кстати сейчас можно пласть в магазин сок надо было сразу быть хотят толку от него ну давайте купить накупимся у нее достаточно дешевые хлопья он не этот магазин спрятан вот здесь вот эти темми сложная история всех зовут темми кроме одного из темми которого зовут боб не помню кого из них ну ладно нам нужно будет сохранить вы чувствуете что-то и идем так давай у нее сначала мы темми кстати очень странно говорят так все все повыкидываем пойдем и у нее закупимся хлопья потому что они самые дешевые кстати говоря все одно и то же кроме я не знаю честно по моему тут все одно и то же потому что я покупал за вот вот эту сумму я просто ничего ничего особенного так что покупать все за все понакупаем и сойдет и уходим они неправильно ставят ударение и бывают иногда слова неправильно ставят у них какая-то интересная история связана с драконом есть даже отдельный мод который вы можете посмотреть на канале некраса он по undertale undertale очень много всяких модов проходил класса 80 так сейчас у нас вот видите справа меньше он двигается сейчас мы этого почитаем а этот он и по второму уровню другой другой противник немножко слабый самая сложная игра это с боссами геноцида прохождение пацифисте все сложно потому что жизни мало ой что я делаю я с ними не разговариваю так действия так я забыл что с ним делать по-моему разорвать да сейчас мы его щитим и идем дальше и что-то красный стол а сейчас идем дальше сейчас у нас будет комната с фонарями которые гаснут и затухают вот на аккуратненько быстренько проходить так я дорогу подзываю сюда если мы ничего не будем делать то он и вот мой шар а давайте мой шар сначала сильные деньги в комбинации лови все ащадение кто не мешает ну и а чем убивать щадить убивать мы будем через может быть серии 3 когда пройдем так может можно и прогнать я не знаю я обычно так не будем тратить лишние действия на проверку пойдем ой так лучше посадить пожалуйста и еще напрягаемся и он так идем дальше все здесь потухнет войны вспомните другу правда здесь сложновато так где вновь а давайте засветим идем дальше все сейчас у нас эээ цветок скажет обернись мы оборачиваемся сзади стоит андайн но из кустов вылазит монстренок ээээ который может это нас спасает андайн сейчас его схватит за ухо и повредит в родителя вот она говорит семь человек а семь человек извините мне пожалуйста я сбился со счета у у вас гора шесть человеческих душ а ему нужна седьмая то есть наша я перепутал немножко с количеством если я правильно помню души храбрости смелости наша душа решимости ээээ пат потому что при сохранении у нас выполнены решимости постсона пишут и благодаря ей мы можем ээээ делать полный сброс и возвращаться к сохранениям Мостренок спрашивает с кем ты справа сражаться вот и сейчас у нас будет битва а нет извините это я опять путаю эээээ это в геноциде эээээээ у нас будет битва вот ээээээээ вот прямо сейчас по-клоути вот на мосту Так как у нас сейчас не геноцид, а пацифист, то сейчас у нас появится только монстрынок. И скажет насчет того, что мы хорошие или нет. Спросит. Спрашивает, что мы человек, да. Говорит, что это делает нас врагами и просит нас сказать что-нибудь обидное. Мы говорим нет, он сам скажет что-нибудь обидное и говорит, что он придурок и уходит. А, и падает. Сейчас мы его спасем, потому что если мы его не спасем, то он на нас обидится. Так, вставай. Тут три варианта было. Подойти к Андайн, тогда монстрынок падает и Андайн за ним. Можно было сбежать или просто ничего не делать. Ну, это на пацифист геноцид не влияет прохождение. Это влияет чисто на отношение монстрынка к нам. Он так на нас обидится, если мы его бросим, а если нет, то он скажет, что у него новый, как сказать, символ стремления быть таким, как мы. Ну, не совсем как мы, он там неопределенно сказано, что-то смешанное с папайрусом и нами. Она нам говорит, что нужна последняя душа. И говорит, что я бы тебе рассказал эту историю, но зачем я тебе должна тебе рассказывать, если ты должен... Она снимает маску, на самом деле, это рыба, самая глазная, причем. Она говорит, что... Он говорит, что... Он говорит, что... Он говорит, что же слава, как она говорит. Она называет ли всякими славами. И говорит, что у него слава все. Так, сколько у меня там жизни я не посмотрел. Ну, а, мы же остановили. Ну, она достаточно слабая, по крайней мере, в пацифист прохождении. Вот, в геноцид прохождении я ее не побеждаю. Ну, вот, вообще, я побеждаю, но он не с первого раза. Так, сразу пощадим. Самое сложное. Сложность в том, что сейчас нам нельзя двигаться, но надо убивать ее слева. Сосвобие на месте. Ну, это достаточно недолго, если так. Сосвобие на месте. Когда она достаточно слабая. Светная, да. Это когда... Когда она была сложнее. И я ее прохожу с восьмого раза. А так она сейчас слабая. Может, даже в лоб. Очень слабая. Она сейчас сложовато будет говорить. Не надо думать. Потому что она будет лучше на наличии. Сосвобие на месте. Говорит, что хватит разогреваться. Вот. Мы продолжаем ее щадить. Сейчас она будет уворачиваться. Сосвобие на месте. Будет добавить. Проверяем на месте. И опять мы раз. Мы делаем зеленый. Последний раз. В последний раз. И продолжаем кормлю. В home. В лагере! В плаках. В перенесе. В пулаках. В кольцах. В пулаках. И опять мы раз. На быстрых атаках я еще отбиваю. Самые сложные для меня атаки это медленно. Они сейчас будут после уворачивания, после бросания копий, и после уворачивания она начнет бросать копии очень медленно, но в большом количестве. И вот здесь я бы точно получу. В общем, сейчас... Ай! О, это очень-очень быстро. Лёгкая атака. Ой. Ай, забыл себе. О, ладно. Сейчас. О, сейчас. О, сейчас. О, еще быстро. Так. Не помню, когда будет. Или будет вообще. Должно. О, еще не будет. Так. По-моему это... Неудово, на большую нас. А ведь можно уже убегать. Мы её пощелить не сможем, так как она никогда не достается, мы просто убегаем. А именно вверх. Жадка земли. Так, она нас ловит. А мы опять убегаем. Бежим, бежим, бежим. Сейчас нам позвонит Майрус. Нет, ещё не звонит. Не успела добежать. Обзывает нас это. Мы опять убегаем. И нам звонит Папарус. Говорит, привет, чем ты занимался. Я хочу тебя познакомить с моим другом Андарием. Вам нужно срочно познакомиться. Сейчас идёмся. Сан спит Андарием. Заряжкалась. Мы идём сюда. И так как это жаркая земля, а она рыба, то она теряет сознание. Сейчас зависит, будет она спацифист или нет. А именно нам нужно взять воды. И вылить прямо на неё. Сейчас она очнётся и уйдёт. Молча. Не спасибо, ничего, просто ушла. Ну, ладно. Так, по логике уже сейчас можно... А, нет, пойдём дальше. Сейчас у нас будет лодочник, который нас может подвезти. Вот. Он, так сказать, транспорт, благодаря которому мы можем передвигаться между локациями. Так, нам нужно водопадье. То есть вот три локации. Это жаркая земля, водопадье и снежный град. Или Сноудин. Кто как. Он нам рассказывает разные истории. Одна из которых, это такая история мистическая, о человеке, который говорит руками. Она относится к... Относится... Так, забыл какое имя. Так, ладно. Забыл его имя. Так, нам нужно вот сюда. К Дому Андань. Тут нас ждёт Папарус. И у нас сейчас будет, типа... Свидание с Андайном. Дружба, я не знаю. Правда, немножко взрывная. Ну, сейчас сами увидите. Вот, это Папарус. Она говорит, этот... И знакомит... Папарус нас знакомит с его другом. Он видит нас. Но, так как мы в её доме, она нас убивать не может, потому что мы в гостях. И она без брони, без ничего. Дарит подарок. Папарус. Который у неё уже очень-очень много. Она имя не пользуется. Это еда или я не знаю точно что. Он сказал, что ему нужно в туалет. И вылетает в окно. Оставляю нас один на один. С Андайном. Сейчас она говорит, что ты живой только потому что... Эээ... Она нас не убивает только потому что мы у неё в доме. Вот. Но она решила, что... Эээ... Эээ... Папарус думает, что мы не справимся. Эээ... 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 я не нажал возьмем все она пошла говорит что скоро будет все готово сахар с чаем перепутал говорит что скоро все будет готово поставил чайник делает такую улыбку кривую что типа она всем довольна сейчас вспоминает что у нее нет и есть дела с папаврусом именно готовка которой они часто занимаются и заставит нас готовить вместе с ним вот мы же должны чай пить вот она все делает такую ухмылку и что типа это лучше мой ты мой лучший друг притворяется что как она может все даже стать другом для противника она рассказывает про то про с гором про то как она с ним тренировалась про то как она его один раз победила а он ее похвалил и обратился к ее победе вот и она сейчас вспоминает что что у нее урок кулинарии и заставит нас готовить вместе с ним вот и говорит что ничто не сближает на ухмыл день пробитопка вот и соус вот сейчас мы будем быстренько размешивать вот сейчас мы будем быстренько размешивать чтобы она успокоилась чтобы она успокоилась вот сама все тарелку просто клам превращает вот теперь сможет чтобы было так можно жарче здесь мы спали в игру и ну по-другому тут никак нельзя сделать только спалить ее дом ну ладно вот сейчас она говорит что она действительно разозлилась ты разрушил мой дом мы так не смогли стать друзьями и решила вызвать прекрасно но мы ее убить не будем точнее можем ее ударить в разницу будет но мы сделаем понарошку верну нанесли всего 1 урона и она говорит и это ты называешь ударом и говорит что правда не хочет драться со мной ей было с нами весело ну и радостно сгорел домик она говорит что было с собой весело и пошла к папайрусу теперь она будет жить у него мы сохраняемся идем к лодочнику так нам нужно в жаркой зиме лодочник у него такая интересная лодка немножко но я единственное понимаю по логике должен быть слева снежноград или сноудин но почему то они бегут влево ну ладно может там какой то по кругу не будем вдаваться в подробности вот мы добежали прощаемся с лодочником идем сюда сохраняемся и на этом заканчиваем серию так стоп и на этом заканчиваем серию спасибо за просмотр ставьте лайки комментируйте мои видео спасибо за просмотр всем пока